В обычном понимании лидерство зависит от благочестия, которое человек накопил с прошлых жизней. И это благочестие его на какой-то ранг жизни причисляет. Из четыре таких ранга есть ученые, руководители, бизнесмены и просто творческие люди. Это касается обычной жизни или деятельности человека. Что касается служения Богу, то лидерство здесь определяется предностью Богу. И оно не зависит от рангов. Допустим, человек может быть просто обычным рабочим, творческим человеком, но при этом он может быть более возвышенным лидером, чем ученый какой-нибудь или управляющий. То есть предность Богу, это само по себе является лидерство. И это более возвышенное лидерство, чем иметь благочестие. То есть есть благочестие, которое копится в отношениях с людьми и с этим миром. А есть благочестие, которое связано с служением Богу. Ну, это как бы условно называется благочестием, потому что это больше духовная энергия, чем благостная. Вот эта духовная энергия, накопленная у человека, является самым главным достоянием в жизни. И она выше всего остального. Поэтому служение Богу является главным приоритетом в жизни человека. И неважно, какое благочестие человек накопил с прошлой жизни, он может в этой жизни быть вообще каким-то бродягой или непонятно кем. Если он в служении Богу возвысился, этот человек, то он является более серьезным лидером, чем все остальные. Также есть вообще, как бы есть три категории вообще. Есть категория деятельности человека, и благочестие, которое копится в деятельности, причисляет человека к четырем вот этим вот категориям. Есть благочестие, связанное с рождением. Это более глубокое благочестие. Оно как бы, ну, допустим, человек может родиться в семье ученых, и тогда он тоже как ученый уже считается. Но выбор у него свой есть, как ему жить. Если он не соответствует качествам ученых, то он уже не ученый. Хотя он родился в семье ученых. Есть по рождению лидерство. Ну, допустим, сын президента. Он не может быть не лидером, в принципе. Это уже лидер в обществе, потому что он по рождению получил такое право родиться в семье президента. То есть у него прошлые дела очень возвышенные. Но также в лидерстве учитываются людьми и дела сегодняшние. Если человек в сегодняшней жизни не ведет себя как лидер, хоть он родился в семье лидеров, его не следует считать лидером. Поэтому рождение человека, хоть и это накопление с прошлых жизней, оно ценится ниже, чем деятельность человека, качество его в жизни, как он проявляет себя в жизни. И больше всего ценится это служение Богу. Лидерство в служении Богу является самым главным. Но это касается оценки, и оценка касается Богом, скорее. Потому что если в обществе людей, то по деятельности всех судят. По деятельности. Хотя иногда и по рождению. Например, иногда человека, сына директора завода, ставят директором завода, и его все считают лидером. И уважают. Но ему еще надо доказать, что он обладает качествами, необходимыми, чтобы быть директором завода. Что касается лидерства духовного, то в духовной среде, среде людей, которые служат Богу, это лидерство оценивается. Не в среде обычных людей. И среди обычных людей люди не могут это оценить. Они даже не могут различить по качествам человека. Кто, допустим, у человека диплом о высшем образовании, и у него там степень академика, его оценивают как очень развитого человека, но по факту он, может быть, купил эту степень. И он сам по себе качество. Качество его недостаточно развитое, чтобы быть лидером общества. Поэтому есть разные оценки, но выше всего оценка, связанная с… Бог оценивает больше всего людей, выше всего эта оценка ценится, и оценка народа. Ну, то есть, насколько человек проявляет качество, необходимое для того, чтобы быть лидером. Это люди скажут, которые с ним взаимодействуют. Такой ответ. Спасибо большое. Готовится Одесса Анна. Пока Одесса готовится, вопрос тоже от онлайн-участника. И спрашивает Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, кто такой лидер и всегда ли нужно стремиться к лидерству? Лидер – это тот, на ком возложена ответственность общества. Ну, как бы ответственность – это важная вещь в развитии человека. Ну, по факту, даже вот родители, они являются лидерами для своих детей, потому что на них возложена ответственность за жизнь и развитие, и здоровье их детей. Ну, все люди фактически должны быть лидерами. Ну, на своем уровне есть лидеры более широкого плана, на них больше ответственности. Допустим, есть, допустим, предводитель армии там, или генерал армии, или президент страны. Это ответственность максимальная, и поэтому это считается максимального уровня лидер. Еще более высокий лидер – это тот, на ком, на ответственность возложена за духовную жизнь людей. Ну, хоть и не ценится в государстве этот лидер так же высоко, как президент страны, но, тем не менее, Богом он ценится выше. Вот, еще выше ценится лидер, который дает людям знания, учения. Ну, допустим, вот Иисус Христос, или Мухаммед, или Моисей, тот, кто приносит знания людям, как правильно жить, является еще более высоким лидером. Все люди должны стремиться к ответственности. Нет ответственности и нет развития. Человек развивается только ответственностью. Если человек никакой ответственности на себя не берет, и он живет жизнь зря, ну, то есть, это пустая жизнь, она бессмысленная. Богу нравится, когда люди берут на себя ответственность. Но ответственность, она зависит от качества человека и его развития. Нет смысла прыгать выше своей головы, пытаться. Ну, то есть, если ты не можешь, ну, качеств у тебя нет, то брать такую ответственность нельзя, она приведет к разрушению твоей жизни. Можно следующий вопрос, да? Да, да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы готовы? Да. Говорить, да? Да. Может ли женщина в семье быть лидером, и как это правильно делать? В семье два лидера, мужчина и женщина. Просто лидеры в разных направлениях. Думать, что женщина – это тряп, который надо засунуть под кровать, или там еще что-то, это бред полный. Это есть определенные, ну, аргументарные мышления, которые возникли в результате неправильного развития культуры. Допустим, в некоторых восточных странах ущемляется, ну, само положение женщины, и считается, что это и есть древняя и правильная культура. Это полный бред. Женщина имеет высокое положение в обществе, она является лидером. Так, например, женщина является первым учителем для любого человека. Ну, то есть, первое знание, которое человек получает, он получает от матери. Поэтому, согласно ведам, мать стоит выше, чем все остальные учителя, потому что она самая первая. Если бы она не обучала человека, то все остальные бы не смогли его выучить. Она ценится именно человеком. Вот самим человеком мать ценится выше, чем остальные все учителя. Женщина является лидером с точки зрения нравственных принципов семьи. Она отвечает за чистоту, порядок, отвечает за то, чтобы нравственные ценности не были уничтожены. То есть, она как бы хранитель ценностей семьи. Женщина следит за этим, чтобы не было разрушения нравственных ценностей. Она за чистотой также следит, за порядком. Она следит за поведением мужа. Ну, допустим, кто за поведением человека следит, допустим. Вот учитель следит за поведением. Директор следит. Учитель за поведением учеников. Директор за поведением подчиненных. а женщина следит за поведением всей семьи от мужа детей в этом плане она лидер но также мужчина является лидером но у него другие зоны ответственность например он свою семью куда-то ведет то есть он принимает решение по развитию семьи по движению там допустим переезжать не переезжать куда-то или какой будет бюджету семьи он решает мужчина потому что ему зарабатывать не может решать женщина говорит бюджет такой-то мужчина не может только заработать они правильно вот мужчина принимать какие-то волевые решения связаны с жизнью семьи он также следит за поведением своей жены не разрешает ей заниматься развратом глупости какие-то делать жизни тоже ну то есть но важно в семье женщине дать мужчине возможность быть старшим она тоже старше она может свое право страшноства применять любой момент но если мужчина она считает мужа главом главой семейства то ей самой легче жить потому что женщина у нее ограничены возможности брать ответственность на себя ну то есть она внутренние не хочет этого то есть ей не нравится она чувствует напряжение внутри себя когда слишком много ответственности если она возлагает ответственность на мужа основную то и легче жить спокойнее она чувствует часть от этого что муж за все отвечает и это называется еще защита и незащищенность то есть женщина когда чувствует что муж берет на себя основную ответственность она чувствуется защищенной и ей хорошо жить. Но ответственность не за все должен муж брать. Например, за здоровье семьи муж не может взять ответственность. За эту ответственность берет жена. Потому что у мужа не такая чувствительность, и он не может понять, болен ребенок или нет. Допустим, свои даже здоровья он не может понять, часто он не разбирается, болен он или нет. Жена лучше чувствует это. Как, допустим, правильно готовить пищу, испорчена пища или нет. У женщины большая чувствительность к этим вещам. Она должна отвечать за это. Чистота в доме, поведение членов семьи. Следит она за этим. Это ее природа, ее ответственность в этом. Поэтому ответственность все должны развивать. Вопрос в чем? Допустим, ответственность за защиту семьи от бандитов женщина точно не должна брать на себя. И ответственность за финансовое положение семьи. Ну, сколько денег, допустим, должна семья зарабатывать. Женщина не берет на себя эту ответственность. Это мужчина должен это делать. И так далее. Понимаете, это сложный вопрос. Есть еще такое понятие эгоизм человека или его сила эгоизма. Иногда женщина сильнее, как бы в эгоизме, сильнее мужчины. И она таким образом, ну, как свой характер показывает. Это не ответственность, скорее, а давление. Ответственность – это когда человек выполняет обязательства, а когда человек давит друг на друга, допустим. Когда с позиции давления и с позиции силы человека определяется, кто лидер, то это животная семья, животный способ существования семьи. Например, в этом случае самым главным лидером в семье может быть овчарка, допустим. Она самая крутая. Она будет орать, гавкать везде, когда что не так. И все будут ей, ну, как бы они понимают, что с ней связаться бесполезно. Она будет гавкать до последнего. Поэтому все будут угождать этой овчарке, чтобы она успокоилась. На втором месте лидерства тогда будет ребенок. Он будет орать по каждому поводу, бежать. И все будут бегать и прыгать, как бы за ним, чтобы он успокоился. На третьем месте тогда будет жена. Она тоже будет бежать. И муж тоже будет прыгать, бегать за ней, чтобы она успокоилась. Ну, и муж получает самая, как бы, младшая позиция, потому что он бежит меньше всех. он терпит поэтому получается это животный способ управления ситуации животный стиль сказать если животные права на старшинство как бы в семье являются главными то тогда эта семья катится в ад старшим должны признавать семья наиболее мудрого терпеливого уравновешенного и спокойного человека бывает конечно мужчина слабый жена берет старшинство в семье в этом случае она более мудрый уравновешенная и разумная рассудительная но это неестественная ситуация бывает что ребенок допустим взрослый там ему 15 лет он разумнее своих родителей он берет старшинство но это неестественная ситуация я думаю что вряд ли в человеческой форме жизни можно дальше как бы спускаться вниз и говорить что каких-то ситуациях собака должна взять большинство все 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 люди которые там живут они туповые как бы соображает животное лучше разбирается во всем хотя иногда бывают ситуации когда животное на себя берет ответственность эти ситуации встречаются они очень с большим удивлением людьми описаны например животное спасает от пожара семью все спят животное у них холодным начинает гавкать все просыпаются и начинает тушить пожар или животное спасает ребенка от змеи там допустим или спасает его от того что он там полез допустим на балкон животное затем схватила его за штаны как бы потянула вниз и он не смог упасть с балкона животное взяла ответственность за жизнь ребенка допустим такое бывает часто встречается такое но это всего лишь исключение из правил конечно же все могут брать на себя ответственность иногда ребенок спасает родители от смерти тогда он берет ответственность на себя дети иногда я знаю пример когда дети спасали людей от пожара по 15-летней подростки там звонили в пожарную забегали в огонь вытаскивали людей оттуда из огня поэтому ответственность могут брать кто угодно но есть правило по правилам лучше всего если мужчина старше в семье женщина на втором месте дети на третьем собака на четвертом таракан на пятом я благодарна за ответ я индуитивно сама как чувствовала но не была уверена том что я правильно все понимаю чувствую дальше поехали спасибо готовится москва за ареном пока москва готовится вопрос от онлайн участника алены с москвы спрашивают скажите пожалуйста как понять что нужно брать больше ответственности но если ты плюешь потолок вот сидишь живешь так то но это как будто тебя много времени свободки делать нечего такая то вот это означает что надо брать больше ответственности потому что ты сам не можешь себя стимулировать к деятельности а если допустим тебя появляется ребенок то ты не можешь уже плевать потолок тебе придется за ним бегать ну то есть или мужчина допустим он как бы я московский озорно гуляка неского стирского колодку переулки каждая собака знает мои легкую походку вот если такая жизнь мужчины то это однозначно надо жениться и жена тебе научит родину любить поэтому как бы ответственность означает больше ответственность означает что у тебя неправильная жизнь ты живешь ленивой несерьезной глупой жизни значит надо брать больше ответственность потому что человека стимулирует или он сам или его стимулируют все остальные тому чтобы жить правильно вот если допустим мне вот не надо брать больше ответственность потому что меня стимулирует на каждом шагу каждый день кто пишет письма спасите помогите только вы без вас никак и вот каждый день как бы мне приходится отказаться от этих писем потому что я уже не успеваю я не бог если у меня было четыре головы там пять экспансий я мог бы в разных экспансиях или четырьмя головами одновременно разговаривать по телефону тогда можно больше брать ответственность но так как у меня нет четырех голов я не могу отделять еще одного олегина через себя который один едет в украину другой и сибирь вот лекции читать вот я не могу поэтому я беру ответственность сколько я могу на себя вот занятость полная с утра до вечера нет свободного времени вообще никогда принципе все это означает больше не надо брать ответственность а если человек как балдеет слоняется хоть не знает начинаете находить работу вот кстати занятость у всех полный вопрос чем некоторые сидят там в эти компьютерные игры играют то значит надо брать больше ответственности делать нечего там ладно компьютерные игры играет ребенок пяти лет хотя и тут надо задуматься значит он не занят его надо включать в помощь родителям уборки допустим или в секцию какую-то отдать если человек сидит вот этим занимается знать что он точно мало ответственности имеет или там пошли выпить допустим или человек сидит с удочкой целый день там воду смотрит ну тоже человек мало ответственности надо его чем-то занять чтобы он делом занимался то он мешает жить нормально рыбе либо плавать себе как бы животном теле ей надо наслаждаться жизни а он и портит жизнь вот как будто жрать ничего не хватает и без рыбы вот оттуда ловить сидит непонятно чем занимается мог бы делом каким-то заняться ли как райкин рассказывает что вот сейчас сейчас и и и и Ну, вот примерно так. У каждого свое понимание ответственности. Ракен считает, что балерина зря там вертится. Нужно ток давать, не раз. Но я думаю, что она не зря вертится. Пускай это она приносит счастье людям. Но если человек просто так вертится, без всякого, не на сцене, а просто так, непонятно чем слоняется, то тогда надо больше ответственности брать, однозначно. От количества времени зависит, свободного. Свободного однозначать, незанятого, чем-то важным для людей, ценным. Если твое занятие непонятно для чего, непонятно зачем ты, чем занимаешься вообще, никому это не надо, кроме тебя. Тогда, значит, надо ответственность повышать в жизни, иначе в ад пойдешь. Понятно. Москва. Потом готовьтесь, пожалуйста, в Мариуполь. Здравствуйте. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо вам огромное за развитие проектов. Всех, несмотря на то, что вы сказали, не успеваете туда и туда, но у вас как-то вот волшебным образом получается. Вопрос такой по поводу развития общего проекта, когда лидеры с разной силой. Интересно взаимоотношения лидеров в гуннах в развитии общего проекта. Лидерство всех, когда на равных в одном проекте или не на равных? То есть подчинение будет? Ну, на равных, не на равных, это больше зависит от многих факторов. Например, как минимум есть три фактора, на равных, не на равных. Первый фактор – это правила, которые установило общество. Допустим, есть там директор завода, есть его подчиненные, если директор уже не на равных со всеми. То есть он старше, потому что такое правило. Второе, на равных, не на равных определяет, насколько много у человека ответственности. Допустим, человек директор завода, но у него есть какой-то специалист, настолько ценный и важный, настолько разумный, что директор всегда с ним советуется. И специалист в какой-то степени с ним на равных принимает решение, потому что без него не обойтись. Такие ситуации бывают. Следующие, на равных, не на равных. То есть, видите, первое – это что общество установило. Это правила общества. Второе – это качество человека. Равенство по качествам определяется. Опять же, оценка общества. Некоторых людей высокие качества, но не оценено. Допустим, я предложил свои услуги по лечению коронавируса, допустим, потому что у меня есть методики, которые позволяют это делать. Но так как у меня нет соответствующего положения общества, мои методы непонятны и так далее. Много причин есть, бизнес какие-то причины может быть. И в результате мои методики не пошли широко гулять, хотя, возможно, такая была. И у старших общества мои методики, они знают о них. Но это не пошло в ход, потому что есть много причин на это. И в результате я не стал старшим в этой области. Так действует судьба. Есть положение в обществе, есть политические какие-то моменты. Допустим, человек занимал высокое положение, но по политическим соображениям он не может быть старшим, потому что его взгляды на жизнь не соответствуют той политической структуре, которая сейчас существует в какой-то, допустим, стране. Он переезжает в другую страну, там его взгляды соответствуют этой структуре, и он начинает занимать уже высокое положение в обществе. Как я уже упоминал, равные и неравные отношения зависят еще от того, у кого сильнее эгоизм или чувство собственного достоинства. Некоторые своим достоинством он уважать себя доставил, заставил, как это у Пушкина, уважать себя заставил. То есть некоторые заставляют себя уважать. Это тоже надо учитывать, потому что если человек лидер, и он только так может себя вести, он заставляет себя уважать, хотя это, конечно же, незрелый лидер, и это глупо заставлять себя уважать в целом. Ну, иногда не глупо, конечно. Например, на уровнях стран различных, когда страна не заставляет себя уважать, то тогда ее могут завоевать и разрушить. Поэтому на уровнях стран они должны всегда заставлять себя уважать, показывать силу свою, ну как-то могущество там показывать, иначе это будет опасно уже, может какое-то произойти вторжение там ненужное. Вот. На уровне лидеров, может быть, тоже показывать какую-то силу свою, тоже неплохо. Так, есть такая притча, как одна змея, кобра, решила стать святой. Ну, и она перестала шипеть, кусать никого, то есть просто медитировала, и ее жители местного села, где она жила там рядом, начали закидывать камнями. Она пришла, приползла к наставнику, спросила, что ей делать. Вроде бы она никого не кусает, но начали на нее нападать все. Ну, и как бы наставник сказал, что ты никого не кусай, но капюшон раскрывай, и делай вид, что ты бросаешься. И тогда все наладится. Ну, когда к ней люди подходили, она как бы резкие движения начинала делать, раскрывала капюшон, делала вид, что бросается, и все пугались и убегали от нее. В результате к ней перестали приставать. Ну, то есть иногда капюшон надо раскрывать, это нормально. Такой вид равенства тоже есть, когда человек заставил себя уважать. Он раскрывает купюшон, бросается на всех, делает крутой вид. Ну, и если этот человек ценный, нужный, то приходится считаться с его поведением, общаться с ним так, как он считает свое положение сам, как он выбрал, общаться с ним на этом уровне. Хотя часто такие люди, они не слишком развиты по качествам. Ну, бывает, что они делают очень ценную какую-то деятельность какую-то, и поэтому приходится на равных с ними общаться. Равные и ненравные общения также учитывается возраст. Например, если человек в целом, это не деловая деятельность, а семейная, допустим, есть родители, есть бабушка, дедушка. Допустим, бабушка, дедушка может работать дворником вообще, а сын или внук может работать директором завода. Но когда дедушка приходит к внуку, то он разговаривает с ним как с младшим, а не как с старшим. Но если он на работе, и он там подметает пол, то директор завода, ну, теоретически, может его заставить где-то подметать этот пол. Скорее всего, если это его дед родной, то так получилось, что он пол подметает, то сам директор завода не будет им командовать, он попросит кого-то другого, потому что страшенство по возрасту тоже имеет значение в жизни, и его надо учитывать. Также равный-неравный имеет значение духовный сам человек. Допустим, человек работает простым рабочим, но он при этом имеет высокий духовный сам. И все должны уважать его, не должны с ним разговаривать грубо, как с обычным рабочим, хотя они обязаны ему давать какие-то задания по работе, но разговаривать с ним надо уже повежливее, потому что он имеет высокое духовное положение. И невежливое обращение к нему приведет к проблемам. Ну, с точки зрения духовности, не все младшие с ним, а, допустим, с точки зрения работы, кто-то с ним может на равных разговаривать, потому что работа есть работа, а духовная жизнь, духовная жизнь, семейная жизнь, семейная жизнь, государственные дела тоже отличаются. Человек может в армии быть старшим, допустим, он там командир, а, допустим, к ним приходит дом управляющий, где он живет и говорит, вам надо подметать подъезд, ваша очередь пришла, допустим, в доме, а он генерал там армии. Ну, как бы, он просит жену там подмести подъезд, его заставили, потому что он в подъезде не является начальником. Хотя он может сказать, я генерал армии, я подметать не буду подъезд, подметайтесь сами. Вот, ну, тогда все будут подметать сами. Ну, то есть он может проявить, опять же, надавить своим эгоизмом, своей вот этой вот силой внутренней и не подметать подъезд в доме. Но это будет неправильно с точки зрения взаимоотношений с теми, кто живет в этом подъезде. Его уважать не будут, такого генерала, будут считать его эгоистом и заносчивым человеком. А если он подметет подъезд так, как все, потому что он здесь не начальник, все, наоборот, будут считать его. Смотрите, какой генерал у нас смиренный, хороший, живет, хороший человек. Все будут уважать. Поэтому равные отношения, они определяются в процессе взаимодействия и определяются обеими сторонами. Если одна сторона считает, что у нас равные отношения, другая не считает, то равных отношений быть не может. Даже если с точки зрения закона или правил это должны быть равные отношения. Но обе стороны решают. Спасибо большое вам. Очень полный ответ. Все приняло. Спасибо. Спасибо. 37 минут. Я думаю, что мы еще один вопрос успеем. Так, Мариуполь. Шустрее. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо большое за ваше наставление. Очень ценные. Такой вопрос. Прослушав множество лекций на тему предназначения, сбивает с толку убежденность старших в духовном обществе в том, что моя природа лидера, хотя мне так не кажется. Как развенчать эти сомнения? Ну, какая у вас природа? Как вы считаете, какая у вас природа? Ну, мне кажется, либо рабочий, да, потому что талант есть. Либо бизнесмена, потому что... Талант в чем? Ну, творчески петь, песни сочинять. Вот это у меня детство прошло. Либо природа бизнесменов, потому что меня тянет все-таки вот к инвестициям, зарабатыванию денег, вот такого плана. Я рассказывал на многих лекциях, что существует четыре природы человека. Как бы есть у человека хобби, есть деятельность по способностям, есть деятельность по природе, и есть деятельность, связанная с духовной жизнью. Они все разные. Вот, допустим, мне нравится петь, но является ли это вашей природой или нет, не факт. Или мне нравится, допустим, делать какие-то дела, они приносят пользу людям. Но это может быть по способностям, деятельности. То есть, природа человека определяется качествами его характера и развитостью этих качеств. Ну, то есть, вы, может, допустим, как лидер не развиты. Ну, то есть, у вас, допустим, качества, вам говорят, у вас такие качества должны быть. Но они не развиты при этом. Вот, допустим, если, ну, допустим, мы берем бледно-красный цвет, он является зеленым или синим, или нет? Нет, он лежит красным. Да, если бледно-красный, это значит все равно красный. Просто он еще не слишком ярко развился, так сказать. Ну, а бледно-зеленый является желтым, допустим. Нет. То есть, поэтому есть не развитый руководитель, есть не развитый бизнесмен, есть не развитый рабочий, не развитый ученый. Но, как бы, это не значит, что природа поменялась. Понимаете? Если собака очень нежная, она, как бы, лежит такая, лапку одну кверху подняла. Вот, это не значит, что она кошка. Понимаете? Она кошкой все равно не станет. Она собака, просто она не раз-то, она ведет себя, как кошка, лежит, нежится, не гавкает. Ей легче мяу сказать, чем гав. Но она собака. Родилась собакой, должна выполнять свой долг, охранять дом и так далее. Ну, сейчас из собак делают непонятно что. Куколок там наряжают их, хвостики бантиком завязывают, как бы ушки. Вот представьте, допустим, лев такой, да? Лев такой, царь-зверей, да? Ну, его, как бы, из него сделали шута там. Хвостик нарядили бантиком. Эти, Григо тоже такую сделали. Всю такую проживную. Губки ему намазали. Как бы сделали это из него такое. Значит ли это, что он не лев? А может, его воспитали, вот как шута, он там ходит, допустим, так всем улыбается такой. Но его природа льва. Природа все равно никуда не денешься. Если ситуация будет соответствующая, допустим, жрать не будут давать, допустим, или еще что-то, то он всех порвет просто, и все. Лев проснется, как жрать захочется. Вы можете считать себя кем угодно, но когда жизнь заставит, то ваша природа, она начнет проявляться. А как понять, бледно какая у меня природа? Все-таки. Бледно лица или краснокожие? Бледно. Бледно. Я думаю, что бизнесмена больше. С такими как бы бизнесмена, а с элементами руководителя. Ну, такой как бы есть тоже склонность к руководству тоже. Развивай. Спасибо большое. Ну, допустим, это природа человека, понимаете, допустим, человек поет. Это не значит, что он в обществе просто творческий человек, понимаете. Он как бы может быть руководителем по природе, и она все равно проявится, эта природа. Но поет он, допустим, всю жизнь поет. Допустим, взять вот Кобзону. У нас не слышно. Пусть вопрос. И это испытание. Спасибо. Спасибо. substitute что-то для обеспечения воплеки. Спасибо. 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 военный хор подпевает вроде бы певец как бы а поет военные песни вот я встречался с ним как бы он у него там целое свое какое-то дело свой бизнес какой-то крутой как бы вроде певец а на самом деле ведет себя как руководитель у него там все схвачено там целая команда ему подчиняется людей ну то есть как бы сама по себе деятельность она не всегда определяет природу человек человек может быть врачом допустим но он при этом директор больницы он не лечит никого занимается руководством медицине вот поэтому природа она часто может быть вспомогательным элементом определение чем заниматься человек поэтому то что вам нравится творческая деятельность это еще не значит у вас природа допустим музыканта там некоторые люди занимаясь творческом действий с хорошо зарабатывают при этом это значит природа бизнесмена но зарабатывают на песнях допустим или на танцах или продают музыку